Двое горняков погибли на частной шахте в Красном Луче. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по ЛНР. 27 июля в 6.45 в Краснолучский военизированный горно-спасательный взвод поступила информация о пропаже двух работников горнодобывающего предприятия ООО «Интерпласт». К месту происшествия выехали два отделения горно-спасателей. Они произвели разведку горных выработок. Водосборники обнаружили двоих разыскиваемых мужчин без признаков жизни. Сотрудники медицинской бригады экстренного реагирования констатировали их смерть. По факту гибели горняков ведется следствие. В социальных объектах Красного Луча продолжаются ремонтно-восстановительные работы. 27 июля исполняющий обязанности главы администрации Сергей Соловьев посетил школу номер 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова и новое помещение Краснолучского отделения МФЦ с целью контроля хода выполнения работ. В школе проведены работы по демонтажу внутренних коммуникаций, системы отопления, канализации, демонтаж плитки, сбор мусора. В МФЦ ведутся работы в части облицовки стен гипсокартонными плитами. Об этом Сергей Соловьев сообщил в своем телеграм-канале. Представители общественной организации «Народный фронт» доставили в Краснолуч продуктовые наборы для людей с ограниченными физическими возможностями. Это целевая помощь для краснолучан, которые передвигаются на инвалидных колясках. Наш друг, руководитель Республиканского союза инвалидов Луганщины Сергей Морозов, сделал заявку для людей, инвалидов первой группы, это инвалиды-колясочники, которые нуждаются непосредственно в помощи. Поэтому по заявке мы отработали и привезли 180 гуманитарных продуктовых наборов. Это сахар, мука, гречка, рис, кондитерские масла. Все самое необходимое. По словам руководителя общественной организации «Республиканский союз инвалидов Луганщины», совместно с УТССР будет организована работа по информированию инвалидов-колясочников и выдаче каждому из них продуктового набора. Также представители Народного фронта привезли в качестве гуманитарной помощи техническое средство реабилитации. У нас была заявка на широкую коляску, которая не обеспечивает людей, там, такими именно очень широкими. Крупная женщина попала в сложную ситуацию, попросили у нас именно 60 сантиметров ширину коляски, потому что там 40, она, естественно, не поместится. Вот сегодня нам ее привезли, мы ее найдем и передадим ей. Это и является основной задачей Республиканского союза инвалидов Луганщины – помощь людям с ограниченными физическими возможностями, рассказал руководитель организации. У нас политика организации помогать лицам, которые передвигаются на коляски, интегрировать их в общество, независимо от того, являются они членами организации, не являются членами организации. Мы хотим, чтобы законодательство работало на лиц с инвалидностью, которые в колясках. Интеграция инвалидов в общество в основном, поддержка их, консультации, юридические, психологическая помощь будут развиваться у нас на этом фоне. У нас еще работает пункт проката технических средств реабилитации для лиц, которые не успели еще оформить инвалидность. И мы во временное пользование бесплатно даем коляски, ходунки, костыли, санитарные стулья, туалеты и ремонт технических средств реабилитации оказываем тоже бесплатно. Поэтому, если кому нужно, человек попал в ситуацию, уже необходима ему инвалидная коляска для передвижения, пока он не оформил группу инвалидности и ему не выдало государство это техническое средство для передвижения, мы обеспечим бесплатно во временное пользование, пока человек не оформит себе это все документально и не получит обеспечение от государства. Прокат технических средств реабилитации предоставляется не только лицам с инвалидностью, но и гражданам, получившим травму и нуждающимся в костылях или ходунках. Пункт проката находится в здании бывшего комбината «Донбасс-Антрацит», кабинет 104. Новости телеканала «Луч». Бурные грозы весной и летом – обычное климатическое явление для нашей местности. Они обычно сопровождаются сильными порывами ветра, ливнями, мощными раскатами грома и частыми молниями. Именно молнии опасны своим воздействием. Ежегодно от них в мире погибают около 3000 человек. Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов Цельсия. Краснолуческий МЧС напоминает основные правила поведения при грозе. Не выходите на улицу, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не топите печку во время грозы. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей, стен, возле которых растут высокие деревья. Отключите радио и телевизор. Не пользуйтесь стационарными телефонами и электроприборами. Если гроза застала вас на открытой местности, не прячьтесь под высокие отдельно стоящие деревья. При отсутствии укрытия следует присесть на землю, обхватив ноги руками. Тело должно иметь меньшую площадь соприкосновения с землей. В лесу следует укрыться среди низкорослой растительности. Избегайте воды, она отличный проводник тока. Не следует бегать, ездить на велосипеде. Если вы находитесь на возвышенности, немедленно спуститесь вниз. Если вы едете в автомобиле, остановитесь, закройте окна и опустите антенну радио. Если ударила молния, прежде всего потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание рот в рот и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь. Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете не только сохранить свою жизнь, но и спасете от смертоносных разрядов людей, которые оказались рядом с вами во время грозы. Редактор субтитров А.Семкин